Это подкаст в начале. Приветствую вас, с вами Александр. И сегодня будем говорить о том, что такое род, как это работает и в каких случаях применимы и могут применяться родовые практики. Начинаем. Субтитры делал DimaTorzok Какие люди относятся к роду и какие знания, на каком уровне находятся знания о родовых структурах у них. И вот тогда я понял, почему у вас возникают проблемы. Ну, я как бы догадывался, да, откуда они у вас возникают, когда вы приходите и говорите о том, что я занимался родовыми практиками, у меня ничего не получилось, стало столько хуже, помогите, пожалуйста. И это мы возвращаемся опять же к вопросу, что все индивидуально и кому-то что-то подходит, а кому-то не подходит. Но к этому еще вернемся. И вот возвращаясь к вопросу о средней температуре, есть такая тенденция. Есть люди, которые догадываются о том, что с родом нужно работать, но не знают, как это правильно делать и почему это нужно с ним делать. То есть они в эти родовые практики загоняют абсолютно всех, кого попало и все, кто к ним попадает на консультации, вот просто вот так вот ляп, тебе нужны родовые практики, тебе нужно заниматься. Но это так не работает. Но люди хотя бы знают о том, что существуют родовые структуры и люди хотя бы не приписывают им каких-то очень странных и сомнительных свойств. Но есть люди, которые наделяют родовые структуры, ну вот вообще какими-то странными свойствами и обязывают эти родовые структуры делать и выполнять какие-то очень странные функции для себя. Ну вот таким примером, например, является ситуация, когда так называемые специалисты по родовым практикам, а я посмотрел очень много специалистов по родовым практикам, есть очень много их видео в ютубе, есть, точнее сказать, были у них профили в инстаграм. Они каким-то волшебным образом со временем все трансформировались не в то, чем они были на самом деле. Это вот как раз эти самые специалисты, опять же в кавычках, которые занимались родовыми практиками, таро, рунами, тета-хиллингом, космоэнергетикой и т.д. Потом они это все попрактиковали там по одному месяцу и теперь они все называются, знаете как, продюсеры эзотериков. Они во всем разбираются, они все знают, они вроде бы как все испробовали на себе, но по факту я понимаю и вы, многие из вас понимают, что ничего не сработало, ничего не получилось. Поэтому люди поняли, что духовные практики, рост, развитие и работа с людьми это не их. Давайте будем зарабатывать бабло по-другому, давайте будем называть себя продюсерами эзотериков и все, и будем зарабатывать на этом деньги. Будем учить людей, как развивать свои инстаграмы, ютубы, как зарабатывать, как они пишут, космические деньги, миллионы долларов и чуть ли не в день и вы будете обеспечены. Никто не задумывается о том, что вообще как бы человеку нужно что-то дать. Мне в инстаграм ежедневно 10, 20, 30 каких-то предложений приходит, я продюсер эзотериков, я раскручу тебя, я сделаю то, я сделаю это. Человек, который ничего не знает и который называет себя продюсером эзотериков, который пытается там что-то развивать, ну из себя такой же продюсер, как и был эзотерик. Как говорится, интернет помнит все, поэтому очень просто и легко найти информацию, касающуюся того, что человек когда-то раньше начинал заниматься какими-то практиками, и в том числе родовыми практиками. И вот я нашел несколько таких товарищей, которые тоже занимались родовыми практиками и в свое время рассказывали, что да родовая структура это тот же самый бог, ну вот через него вообще можно все получить. Он тебе каналы для таро откроет, и вот твоя родовая структура, твой род откроет тебе каналы для рун, для тета-хиллинга, еще для чего-то. Ну такой бред несется, и слушаешь, и ну как бы сразу видна неадекватность человека, и сразу понимаешь с кем ты работаешь. Понятное дело, когда вы в этом не соображаете, не разбираетесь, у вас нет опыта, и вы не умеете отделять зерна от плевел. Ну, понятное дело, вас могут таким образом ввести в заблуждение, это понятно, но люди несут такую ахинею. Род не имеет абсолютно никакого отношения к подключению, к каналу, к эгрегору таро, рун, еще чего-то там. Другое дело, если у вас в роду кто-то этим занимался, и сохранилась предрасположенность, и способность какая-то передалась. Это совсем другое дело, но это невозможность заполучить, нырнуть и включиться сразу в этот канал. Вторые товарищи, которые именуют себя специалистами по родовым практикам, ну это вообще, как говорится, просто адский ад, что там происходит. Оказывается, что родовая структура, это некая структура, в которой живут мертвые. И что вы хотите взять у мертвых? Они же мертвые. Что они вам могут дать? Там живут инфернальные силы, там живет сам дьявол, там живет сам сатана. Видео про сатану у меня есть на канале, можете посмотреть, что это такое, кто это такой. И там вообще прям жесть какая творится. Там человек начинает придумывать такое, начинает городить такие сказки. И в комментариях, как обычно, находятся специалисты, которые поддакивают. И говорят, да, я тоже пробовал заниматься родовыми практиками. Это прям какой-то ужас, у меня ничего не получилось. Я начал или начал терять энергию. У меня начали исчезать способности, начались проблемы по жизни и ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну, ребят, с таким отношением, не понимая предмета, не зная, о чем вы говорите, к кому вы обращаетесь. Она там посидела, эта барышня или он, молодой человек, в какой-то медитации. Придумал там себе какие-то инфернальные силы и потом начинает всем рассказывать одно и то же. На самом деле все так не работает. На самом деле все выглядит по-другому. Смотрите, что происходит. Родовая структура это тоже кармическая структура. Ну, вот мы говорим о том, что есть бог кармический, да? А есть еще кармическая структура под названием род. Конвейер, который производит и выдает души в этот мир. Помещает души в сосуды, в тела. И потом человек после реинкарнации, после перевоплощения оказывается в теле и живет, там, проходит какие-то уроки, выполняет какие-то задачи. То есть, ну, это уже... Это все вы уже знаете, да? Если вы подписаны на мой канал, если вы слушаете мои подкасты, смотрите мои видео. Кстати, не забудьте подписаться на канал, поставить либо лайк, либо дизлайк. И включить колокольчик для того, чтобы получать уведомления о выходе новых видео и о выходе новых подкастов. И наступит для вас счастье. Так вот, родовая структура, это тоже кармическая структура. Она работает для того, чтобы поддержать своего потомка. Но в идеале между потомком и родовой структурой, между родом, должен быть контакт. Кармический бог заинтересован в существовании этих структур родовых. Почему? Ну вот смотрите, когда-то там мне кто-то задавал вопрос, а вот почему существует родовая структура, есть кармический бог, а почему кармический бог не грохнет все эти кармические, точнее родовые структуры для того, чтобы забрать эту энергию себе. А зачем резать курицу, которая несет золотые яйца? Ну вот смотрите, что происходит. Родовая структура, грубо говоря, выдает в этот мир душу. Появляется человек, он живет, он работает, он выделяет энергию, и он вступает с кармическими силами, с кармическим богом, допустим, с христианским эгрегором, вступает в контакт, он с ним взаимодействует. Ну в этот момент на второй план как раз и отходит родовая структура, да? Она как бы теряется, потому что человек думает, что вот бог, он самый главный, ну вот этот вот паразит, который в раковой клетке самый главный, да? Я всегда вам об этом напоминаю. Не создатель, а вот именно вот этот вот бог, который управляет этой вселенной и этим миром. И этому богу очень выгодно, этому богу очень, он заинтересован в том, чтобы человек не знал, забывал, путался, терялся и не взаимодействовал со своей родовой структурой. Когда человек здоровый, когда у него все нормально и у него есть какая-то такая вот заинтересованность, у него есть желание контактировать с богом, Понятное дело, что бог в этой ситуации очень много для себя положительного, хорошего получает. Поэтому, ну, грохать родовые структуры он, понятное дело, не будет. Он, наоборот, ждет, когда эта курочка снесет новое золотое яичко, и потом с ним можно будет что-то сделать, то, что будет выгодно ему. Другое дело, когда мы говорим о родовых структурах, очень важно понимать, что родовая структура роду рознь. Есть родовая структура, есть род достаточно сильный и мощный, а есть достаточно слабый. Вот почему так происходит. Здесь ответ, на самом деле, очень простой. И здесь ответ кроется как раз вот в этом духовном росте. Когда человек духовно растет, и когда человек идет путем духовного развития, он, соответственно, ну, как бы вырабатывает энергии более высокого порядка. Соответственно, если человек озадачился и был заинтересован в жизни не только тем, чтобы, извините, жрать, спать и ходить на работу, и собирать деньги, прятать их там под матрасом, а что-то давать людям, как-то духовно развиваться, изучать какую-то литературу, искать ответы на вопросы, что там ждет тебя за порогом после физической смерти. Ну, то есть, вот заниматься тем, чем занимаетесь вы, слушая мои подкасты и смотря мои видео. Вот когда человек не просто живет, да, и вот в этом замкнутом треугольнике работа, диван, телевизор, а он еще задается какими-то там важными, очень высокими такими, озадачивается высокими материями и очень сложными вопросами вселенского масштаба, вот и проводит, соответственно, над собой какую-то работу. Ну, например, давайте возьмем работу из разряда, жил-был чей-то прапрапрапрадедушка 500 лет назад, и вот он понял, что в этом мире все не так просто, и он начал изучать какие-то там книги, какие-то там тайные знания, не знаю, там уходил, закрывался в пещере, искал там какого-то просветления, ну и все в таком духе. Вот такие вот души ищущие, они очень интересны для родовой структуры. Такие души потом в родовую структуру возвращаются, и они остаются в роду в виде, ну, вот этих вот хранителей рода. Вы их привыкли называть ангелами-хранителями, ангелами, которые взаимодействуют с Богом, им как бы дела до вас вообще никакого нет. Поэтому, если вас кто-то выдернул из-под машины и спас в какой-то момент, то это с высокой долей вероятности, это все-таки был вот этот вот представитель вашего рода, и это был какой-то хранитель рода, который в какой-то момент, возможно, там прислали вам вещи сон, подсказали, куда идти, куда не идти. Появилось какое-то неприятное ощущение, и вы сказали, да нет, вот я там сегодня туда не пойду, а там оказалось, что, я не знаю, там по дороге сбили человека, да, и вы могли теоретически под эту раздачу попасть. Поэтому вот сильные души, идущие путем просветления, они попадают и они остаются в роду. А если у тебя в роду живут наркоманы, убийцы, проститутки, все такое прочее, то есть такой родовой структуры ничего хорошего не выходит. Значит, в эту структуру уже когда-то где-то в какой-то момент была заложена ошибка. Значит, в этой структуре где-то что-то в какой-то момент пошло не так. Возникло вот это вот дикое желание просто выжить. А желание просто выжить очень часто сопровождается как раз бермудским треугольником. Работа, диван, телевизор. И вот просто прокормить себя. Соответственно, у человека появляются и проявляются какие-то низменные животные желания, основанные на инстинктивном выживании. И до духовного роста там как бы дела не доходят. Соответственно, что происходит? Человек не отдает своему роду и своей родовой структуре никакой энергии. Соответственно, родовая структура не то, что не дает человеку, а забирает у него огромное количество энергии, не давая ему тем самым нормально, полноценно жить. Родовая структура нормальная, здоровая. Она хочет, чтобы вы нормально жили, чтобы вы нормально кушали, занимались сексом, жили в хороших комфортных условиях, имели машину, ездили отдыхать, чтобы вы все были здоровы, вы ваши дети и так далее и тому подобное. Больная родовая структура истощенная, которая стоит под уничтожением, это просто идет расформирование. Вот это как раз тот случай, когда кармический бог может расформировать родовую структуру, потому что она уже ни на что не способна. Она не порождает потомков, которые будут вырабатывать энергию. И здесь уже даже кармический бог понимает, что пугай, не пугай этого человека, он уже как бы в церкви не интересен, потому что это просто энергетическая пустышка, там пустота внутри, все, там ничего нет. Поэтому проще взять, расформировать эту энергию и как бы забыть о том, что родовая структура существовала. Так вот, сильные родовые структуры, они всегда могут что-то дать. И сильная родовая структура, она выстраивает с человеком, с отдельно взятой душой, очень мягкий контакт, очень мягкий канал энергетического взаимодействия, когда энергообмен между ними происходит очень мягко. Это не взаимодействие с христианским эгрегором, как к примеру, да, с кармическим. Ты пришел в церковь, что-то попросил, а потом через два дня получил кирпичом по башке. И у тебя забрали больше, чем ты взял и чем тебе дали, да. Но это в случае, если ты неправильно взаимодействуешь с кармической системой, не учитывая тот фактор и необходимость, что нужно читать акафисты, и сначала нужно накачивать эгрегор и диспетчера энергии. И вот родовая структура, она выстраивает с человеком этот ровный энергообмен. Даже если у вас нет прямого канала, по которому вы можете связываться и работать со своим родом, со своей родовой структурой. Поэтому теоретически я могу допускать, что эта милая женщина, которая сказала о том, что в роду находятся инфернальные силы, могла не так все понять. Она могла просто, она говорила о своем роде, и она говорила о родовых структурах своих клиентов. Она просто работала с родовыми структурами, которые уже были истощены, и которые ничего не могли дать своим потомкам. В том числе и ее родовая структура, которую она тоже посчитала инфернальной, которая высасывала из нее энергию, и она там потом начинает нести вот эти вот бреды сказки по поводу раскрещивания, от всего отключиться, от всего раскреститься. Ну, мы же сами знаем, что это не так работает. И вполне возможно, она просто увидела истинное лицо своей родовой структуры, которая тоже дохлая. А соответственно, это говорит о том, что специалист из нее, ну, мягко говоря, никакой, если она в это пришла, не разобравшись, и она какое-то время работала с родовыми структурами, а потом ее только осенило, что там какие-то страшные инфернальные силы. Поэтому здесь нужно очень четко понимать, что родовые структуры родовым структурам рознь. Одна захочет тебя убить и высосать, а другая может наоборот помогать тебе. Но это так все выглядит в обычной жизни, когда вы не знаете, что происходит с вашей родовой структурой, и вообще не знаете, нужна ли вам связь с родовой структурой. Ну, где-то там в интернете, понятное дело, что-то посмотрели, что-то почитали, вроде бы как есть род. Полезли в интернет использовать там какие-то обращения, использовать там какие-то молитвы для того, чтобы с родом поговорить. А потом оказывается, что все выходит боком. Смотрите, что здесь еще очень важно. Ну, самое главное, самое первое, с чего нужно начать, нужно определить и понять, что там происходит у вас в родовых структурах. Это вот то, чем я занимаюсь на консультациях. Люди обращаются и говорят, Александр, посмотрите, пожалуйста, вот почистите меня, и подскажите, пожалуйста, могу ли я работать со своим родом? И не всегда у человека здоровый хороший род, не всегда у человека получается с ним взаимодействовать. Что в такой ситуации делать, если твой род тебя убивает? А нужно просто смотреть. Здесь есть вариант либо переключиться в другую родовую линию, ну, например, если тебя там высасывает род отца, переключиться в линию матери, либо, может быть, у тебя на повестке дня вообще стоит либо выход из кармической системы, либо, наоборот, более глубокое познание и работа с кармической системой, с кармической структурой в виде, ну, христианского эгрегора и христианского бога. Это все очень индивидуально. Нет какой-то одной универсальной таблетки, которая могла бы вообще закрыть все. Нельзя сказать, что вам всем нужно бежать и заниматься родовыми практиками, потому что это вас спасет и вам поможет. Это объясняется очень просто. У вас в прошлых воплощениях могли быть разные контакты и разный уровень взаимоотношений с разными структурами. Есть люди, которые посвящали очень много времени и воплощений прошлых. Ну, например, христианскому эгрегору. И вот христианский эгрегор ждет их и готов дать им абсолютно все, что они захотят, и им больше ничего этим душам не нужно в данный момент. Им нужно поработать и им нужно пройти вот этот вот путь общения с кармическими силами, ну, в частности, в лице христианского бога, христианского эгрегора. Там читать акафисты, молитвы и так далее. А есть души, есть люди, которым это не подходит. И их этот христианский эгрегор, наоборот, высасывает. И единственное спасение, которое они могут найти, это их род. Это их родовая структура. Светлая, чистая, здоровая. Там очень часто находится куча всяких очень высоко одухотворенных, прокачанных душ, которые не одно поколение вили из своей родовой структуры вот это вот теплое, светлое, хорошее, чистое гнездышко, в котором они как бы выращивают вот этих вот птенцов, да, дают информацию, дают все, что нужно человеку для того, чтобы он развивался и для того, чтобы он потом перешел на следующую ступеньку развития. Следующей ступенькой развития для родовой структуры очень часто становится выход человека из кармической системы. Род поощряет это. Он не всегда против. Да, бывают моменты, когда родовая структура говорит, там какой-то хранитель рода приходит и говорит, ну останься, пожалуйста, не уходи. А есть наоборот такие родовые структуры, которые говорят, все, теперь ты уже с нами свою работу выполнил, ты вот этот дембельский аккорд совершил, ты привел нас, помог нам как-то подпитаться энергией, обрести какие-то там целостные состояния, потому что очень часто человеку приходится еще и подлечивать свою родовую структуру и подчищать ее, потому что там находятся какие-то, назовем это так, воспаления, какие-то серые темные пятна, но это очень просто все уходит через медитации, через контакты, через нарабатывание канала. И тогда родовая структура говорит, все, спасибо тебе большое, мы с тобой классно поработали, теперь ты можешь отправляться и отключаться от кармического эгрегора. И потом уже люди обращаются ко мне и мы это, соответственно, делаем. Поэтому работать с родом это очень круто. Работать со своей родовой структурой это прям вот супер-пупер и это очень классно работает. Род это ваш личный бог, в хорошем смысле этого слова. Это ваш предсказатель. Когда человек начинает работать с родовыми структурами и делает это не просто так, скажем так, от балды, потому что Александр заставил или сказал, что тебе нужно делать, а действительно делает это систематически, регулярно, вкладывает в это силы, желания. И как я всегда говорю, ты увидишь, насколько глубока кроличья нора. Когда человек начинает этим заниматься, когда до человека доходит, что он может сделать при помощи рода и при помощи родовых структур, он начинает работать и он начинает падать в эту кроличью нору. Что происходит с человеком? Человек настолько разрабатывает свой канал общения с родом, что его общение происходит просто по щелчку. Не надо сидеть в каких-то долгих медитациях. Не надо дожидаться, пока тебе придет какая-то информация. Ты задал вопрос, тебе ответили. Тебе могут показать лица людей, с которыми ты встретишься в будущем времени. Тебе могут показать какие-то картинки из будущего, символы, знаки события и все что угодно. Тебе может присниться вещь и сон. Ты можешь просто в голове получить ответ на свой вопрос. Самое интересное и самое главное, что может сделать родовая структура. Родовая структура может загружать в человека знания. Есть люди, у которых есть огромный внутренний ресурс. Они способны быть целителями, магами, кем угодно. Но у них нет знаний. Но я вижу, что родовая структура, что род, эти знания дать может. И человек, занимаясь родовыми практиками, человек, работая в этом направлении, разрабатывая этот канал, делая его более устойчивым, рабочим, чистым, прокаченным, прокаченным, со временем начинает получать знания. Это не то, что тебе будут читать лекции, как в университете, и ты будешь их конспектировать. Это загрузка архивов. Ты можешь попросить знания, и в какой-то момент, через день, через два, у тебя это все распакуется, и ты вроде бы как это уже все знал. Но ты не понимаешь, откуда эти знания у тебя берутся. Из родовой структуры из твоей, из рода. Ну, например, смотрите, очень простой пример. Обращается человек, который говорит, я вот чувствую, что я должен лечить людей, сушить травки, муравки и все такое. Вот мне это интересно. Вот с природой, с травами работать, заниматься какой-то фитотерапией. Смотрим, да, у человека есть очень хорошая наследственность. У него в роду там были какие-то травники, ведуны. Вот такие хорошие ребята, которые лечили животных, людей. Ну, то есть справлялись с абсолютно всеми поставленными задачами. Вот. И видно, что род ждет человека и готов ему эти знания передать. Мы смотрим, в каком состоянии человек находится. Если у него есть дырки, пробои, кармические проблемы, мы его чистим. Потом человек отправляется на родовые практики. Если у человека пробоев никаких нет, он здоровый, нормальный, энергетически все с ним хорошо, он сразу отправляется на родовые практики, и человек взаимодействует со своим родом, со своими представителями рода, хранителями, представителями. И они потихонечку выгружают в него знания. Потом человек, я, кто скажет, не знам о чему, не знаю почему, берет, смешивает какие-то травки, капает там туда, я не знаю, масло, мед, воду, еще что-то. И оказывается, что эта смесь там вылечивает головную боль, зубную боль, либо поднижает, либо вообще убирает воспаление, температуру там у ребенка. Вот так это вот все и работает. Но опять же, нужно смотреть, кому это подходит. Хорошо, если это подходит. Если это не подходит, значит, мы тебе найдем что-то другое, значит, мы тебе что-то другое подберем. То, что будет работать с тобой безопасно, и не нанесет тебе абсолютно никакого вреда. Вот так вот выглядит ситуация с родовыми практиками. Но самое интересное, что очень много шишек было набито, когда я говорил людям о том, что тебе подходят родовые практики, и человек отправлялся в свободное плавание, и искал там где-то в интернете какие-то обращения, практики, и все в таком духе, а потом возвращался в разобранном состоянии. Не то, чтобы как бы грязный и пробитый, а вот в недоумении, почему у него это не работает. Ну, или худший вариант, это если его там кто-то через себя подключил на какие-то родовые структуры, и как бы не очень все хорошо закончилось, и приходится все переделать. Смотрите в плане родовых практик. Вот эти вот все штуки, которые вы можете найти в интернете, это все прикольно. Это может сработать у одного человека из тысячи. Ну, это вот если род открыл для тебя уже дверь, и ждет тебя с распростертыми объятиями, тебе просто нужно, ну, просто, ну, минимальные какие-то силы приложить. В среднем же, если брать, это выглядит немножко по-другому. У меня есть свой специалист по родовым практикам, который работает с моими людьми. И здесь суть заключается в том, что человек, который в этом во всем профессионально разбирается, он, а, должен научить вас взаимодействовать с вашей родовой структурой, а не вытирать вам сопли и говорить, ой, давай будем с тобой заниматься медитациями полгода, и мы там будем что-то исправлять. Нет. Задача научить вас выстроить этот контакт, выстроить этот канал, но самая главная задача специалиста, который этим занимается, и который видит эти родовые структуры, как рыба в воде себя чувствует в их окружении, включить вас, как электроприбор, как вилку в розетку, для того, чтобы вы заработали, и чтобы у вас пошел по этому каналу какой-то ток, какое-то электричество, чтобы вы вместе правильно со своей родовой структурой взаимодействовали. Ни через кого не подключаясь. Нет. Это человек, это просто электрик, который берет вилку и вставляет в розетку. Ни в коем случае никаких подключек через кого-то. Опять же возвращаемся к прошлым моим подкастам, инициации, посвящения. Я тебя посвящу через себя. Ты получишь такую силу. Ты будешь видеть то, сё, пятое, десятое. Только человек забывает упомянуть о том, что он посвятит, но сам будет отгребать некое количество энергии, абсорбировать на себе, и будет выступать в роли проводника, полупроводника, в котором что-то будет оставаться, а он потом эту энергию может превращать в здоровье, в деньги, либо в будущем использовать ее для своей работы, ну, например, чистки кого-то. Поэтому опыт огромный в этом плане есть. Понимание того, что самому это очень сложно сделать, есть проверено на опыте других людей. Поэтому лучше, лучше вам поверить мне, и довериться профессионалам, скажем так. Поэтому есть люди, которые, есть человек, который способен видеть родовые структуры, взаимодействовать с ними, включить вас, канал заработал, объяснили вам, что нужно делать, объяснили вам, как взаимодействовать с родом, как выходить с ним на контакт, как подобрать номер телефона, по которому с ним можно созвониться, и дальше вы сами взаимодействуете с ним. А потом мне люди пишут через месяц, через два, через три. Александр, спасибо вам большое. Я думала, что я вообще никакая, а у меня так получилось, а у меня так заработало, а я так начала видеть. Здесь же еще очень важно понимать, что родовая структура, она для вас является всем. Вы можете попросить родовую структуру поставить на себя защиту. Вы можете родовую структуру попросить поставить защиту, ну, например, на своего ребенка, если ребенок из вашего рода. Вы можете попросить родовую структуру подпитать ваши чакры энергетически, наполнить вас энергиями. Там есть куча всяких моментов. Моменты защиты, моменты чисток, моменты предсказаний, предвидений и того сего 5-го, 10-го. Поэтому родовые структуры здоровые, хорошие, они очень крутые. Они вот прям работают замечательно. Но для этого нужна усидчивость. Для этого нужна работа. Это не значит, что вы должны этим заниматься по 20 раз на дню и как бы все. Нет, вы можете заниматься родовыми практиками. Вы можете медитировать, в медитации входить в состояние контакта и общения со своим родом. Вы можете это делать раз в день, раз в неделю. Но у вас это должна быть система. Потому что вы приходите к роду, что-то просите, что-то получаете, а потом говорите, а я свое уже получил, мне уже ничего не надо, что я там буду тратить на них время. А родовая структура смотрит и говорит, это что вообще такое было, что это вообще происходит. И потом не родовая система виновата, не родовая структура, не род, что у вас начинаются какие-то проблемы. У вас возникают проблемы, потому что вы сами для себя создаете эти проблемы, а потом не знаете, что с ними делать. А потом убегаете опять в рот и начинаете с ним общаться. А если бы вы систематически с ним общались, вам бы помогли избежать этих проблем. Вам бы помогли избежать каких-то обострений и острых углов по жизни, чтобы вы себе шишек не набивали. Поэтому лучше сделать один раз все правильно, чем делать это несколько лет, делать это неправильно. Просто из принципа у меня у самой получится. Если тебя родители за ручки держать не будут, ты пойдешь не скоро. Ты будешь очень долго ползать. И тебе никто не поможет удерживать равновесие. Да, ты потом со временем научишься ходить, бегать, прыгать и все в таком духе. Но если ты хочешь что-то получить раньше, если ты хочешь что-то получить правильное, и сделать это правильно, запустить процессы, ну, надо обращаться к тем, кто этим занимается. Вот и все. Тем, кто в этом разбирается. Потому что вот эти вот шишки, все эти вещи, ну, зачем они вам? Зачем тратить время, если можно это время потратить на что-то с толком и с какой-то пользой? Ну, вот так вот работают родовые структуры. Вот так это все работает. Тем более, специалист по родовым структурам нужен в том случае, если, ну, например, у вас есть необходимость переключиться, допустим, на здоровую родовую структуру, ну, например, на линию своего отца. А вы сейчас присоединены к линии матери. Ну, вот вас кто-то должен отключить от линии матери и переключить на линию отца. И тогда все будет хорошо. А бывает такое, что у человека две родовые линии, здоровые, классные, и они полностью взаимодействуют с человеком. Материнская, отцовская линия. Работает, и человек из двух каналов получает энергии, знания, ну, и абсолютно всю информацию, абсолютно все, что ему нужно. Сразу вот эти два потока на него работают. Это очень просто, ну, для меня очень просто, да, сказал тоже просто. Это я вижу на консультации, могу вам объяснить, скажем так, разжевать, кто у вас там сильный, кто у вас там был. Что такое вот, что такое еще, ну, как пример, да, вот работа с родом. Говоришь человеку, вот у тебя там в роду там был тот-то, 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 там дедушка, бабушка, неважно кто, вот очень сильный, обладал знаниями, готов поделиться с тобой этими знаниями, потому что он находится в твоем роду, вот в виде этого как раз хранителя рода. И там в чистке, либо где-то человек показывает какую-то книгу, какие-то вот вещи говорит, которые нужно человеку передать. И потом ты это человеку передаешь, и человек говорит, да, действительно, у нас такой был. Так звали, как вы сказали. Так выглядел, как вы писали. Я там у своей прабабушки спросила, она еще жива. Она сказала, что вы описали ее деда, либо ее прадеда, который там чем-то занимался. А потом чудесным образом на чердаке находят какие-то волшебные книги, которые я им описал, которые мне показал вот этот хранитель рода. И мне говорят, да вы знаете, у меня там что-то вот на чердаке, в сундуке, лежат какие-то старые книги, которые у нас по наследству передаются. Я говорю, вот смотри, там книга выглядит так-то, 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 в ней там такие символы, такие знаки. А потом человек лезет на чердак, находит эти книги и говорит, да, действительно, нашел. Да, действительно, нашла, есть такие, по наследству передавались. А там, например, в этих книгах какие-то очень специфические самописные молитвы для лечения, какие-то рецепты, при помощи которых можно лечить людей. Вот и даже вплоть до такого доходит. Поэтому родовая структура, это вещь хорошая, если вы знаете, что она здоровая, если вы знаете, что она с вами будет работать. Поэтому, если вы в чем-то буксуете, если у вас есть какие-то проблемы, обращайтесь, со всем разберемся. Если вы видите вещи и сны, если к вам кто-то приходит, кто-то разговаривает, кто-то, ну, в достаточно такой миролюбивой и приятной форме, пытается донести до вас какую-то информацию, и вы понимаете, что это потенциально может быть ваш предок, вполне возможно, что у вас назревает открытие вот этого родового канала, более глубокого канала для взаимодействия с родовой структурой и с этими силами. Приходите, разберемся. Подготовим, почистим, направим. Будете сами потом работать, сами заниматься, и сами будете кайфовать от этой работы, от своей уверенности, от своих знаний. Не надо готовить, если вы уже готовы, если вы энергетически целы, сны. Поэтому это интересно. К этому нужно очень трезво подходить, и не нужно доставать шашку наголо и махать ей, бежать вперед и кричать, так, это не получилось, это не получилось. Ага, все, родовые практики. Погнала искать в интернете, что это такое. Сейчас как выйду на связь со своим родом, а ты не знаешь, что он из себя представляет. Твой род может быть заряженной батарейкой целой, которая готова питать тебя и отдавать тебе энергию, да? А может быть там разряженная батареечка, которая сама очень сильно хочет от тебя зарядиться. Надо смотреть. Все очень индивидуально. Поэтому возникают вопросы, записывайтесь на консультации. Кому нужно работать с родом, тот будет работать с родом. Кому подходит что-то другое, подберу что-то другое. Но в любом случае это будет безопасно, в любом случае это будет интересно, полезно, и это то, что может прокладывать вам путь по жизни. И вы будете постоянно находиться в нормальном, здоровом, безопасном состоянии. И будете окружены теплом, заботой, вниманием, энергетической подпиткой. Но все индивидуально. На сегодня у меня все. Я надеюсь, этот подкаст был для вас полезен. Услышимся в следующем подкасте. Продолжение следует...